Продолжение следует... Не замечал меня, он смотрел на свой труп с выражением недоумения, удивления и как бы досады. Я тоже повернулась к трупу, глядя на безучастное, тупое выражение его лица. Затем опять посмотрела в сторону двойника, но его уже не было. Тем не менее, теперь я знаю, что видела душу человека. Ближайшие слушатели рассказа женщины-врачи примолкли на несколько минут. Затем одна из них презрительно улыбнулась и обращаясь к рассказчице сказала, вы надо полагать спиритуалистка, не так ли? В ответ ей она сказала, нет, я не спиритуалистка. Но с того момента, как я своими глазами узрела душу, жизнь получила для меня совершенно новый смысл и значение. Далее господин Стэт приводит еще следующий рассказ госпожи Эс, муж, который недавно умер. В апреле у души еще более усилилось, и положение больного моего настолько внушало опасения за его жизнь, что я не ложилась спать, проведя ночь около его постели. Однако в полуночь он почувствовал некоторое облегчение. Сбив его подушки повыше, я помогла ему улезти, после чего он крепко заснул, почти что в сидящем положении. А я уселась в отдаленной от его кровати части комнаты, тщательно спустила абажур на лампу и принялась за книгу, время от времени отрываясь от чтения, наблюдая за каждым движением моего мужа. Таким образом я просидела до рассвета. Мой дорогой страдалец продолжал спать спокойно, как дитя. Я, потушив лампу и потихоньку на сыпочках, вышла из комнаты я, чтобы кое-чем распорядиться по хозяйству. Вскоре вернувшись, я была поражена странным положением больного, скатившегося с подушек и плащмя, лежащего на матрасе. Ощупав сердце и пульс, я убедилась, что они перестали биться и что наступила смерть. В сильном горе я металась по комнате, громко говоря, о, дорогой мой, как мог ты покинуть меня, не сказав мне ни единого слова. Еще не вполне веря его смерти, я обращалась к нему как к живому, бросаясь то туда, то сюда. Дойдя однажды до окна, я повернулась вглубь комнаты. И, о, удивление, немного выше головы безжизненного тела я ясно увидела, что бы вы думали, радостно смотревший на меня и полной жизни другой облик моего умершего дорогого друга, но напоминавший лучшие годы его молодости, только несравненно красивее, живее и сияющий теперь неземным восторгом. Он казался просветленным, находясь приблизительно на пятнадцати дюймах расстояния от головы умершего. Этот живой облик соединился с этой теперь безжизненной головой, как бы вырастая из нее. Изумленное, но не испуганное явлением, я ни на секунду не теряла присутствие духа и только спрашивал у себя, не иллюзия ли это, быть может, это галлюцинация. Я хочу знать, правда ли это или только обман чувств. С этой целью подошла к окну, открыла его и посмотрела на улицу, затем опять повернулась в сторону кровати. И опять увидела дорогое радости сияющее лицо с устремленным на меня спокойным взором, полным выражением удовлетворенности, доходящей до восторженного священного экстаза. Поверите ли вы, если я скажу, что и тут я все еще продолжала сомневаться, трогала свой пульс, подходила к безжизненному телу, все еще спрашивая себя, не жертву ли я собственного воображения. Но куда бы я ни шла, эти глаза следовали за мной, и выражение любимого лица, столь мне знакомого, я читала, вот видишь, смерть не уничтожает сознание. Я все тоже и все так же люблю тебя. Получив, наконец, полную уверенность, меня охватил избыток чувства благодарности, душевного подъема и успокоения вследствие совершенного теперь убеждения в том, что я действительно видела душу моего мужа, и в том, что он получил право и возможность рассеять мои сомнения. От полноты сердца устама и заговорили, я воскликну, дорогой мой, я вижу, я узнаю тебя, смерти нет. Спасибо тебе, что ты не без привета оставляешь меня. Уходи теперь и жди меня там. По выражению ласки, озарившей этот одухотворенный лик, я видела, что он меня слышит. Но постепенно, как бы тая, облик исчез, я вернулась к сознанию действительности и пошла делать распоряжение, объявив прислуги о кончении хозяина дома. Возвратясь в комнату, я увидела, что теперь передо мной лежала только бездыханный труп. Такие очевидные доказательства выхода сути из своей земной оболочки должны служить средством отучать нас от ложного страха смерти, открывая нам совершенно иное, правильное понимание этого дивного превращения, совершающегося в свое время в существе каждого из нас. Не с ужасом, а с любовью должны мы думать о моменте перехода нашего в загробную жизнь. И в самом деле там нет ни холода, ни голода, ни физических болезней, ни всякого рода разочарования, ни разлуки. Все это только земле присущее достояние. Там, по изображению святого апостола Павла, уготованы всем святым столь великие блаженства, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что уготовал Бог любящим Его. Чего же в сущности боимся мы? Мы боимся неизвестности. Часто вовсе не верим в существование продолжения жизни после смерти бренного тела. Нас страшит небытие. Во всех нас вложена любовь к жизни. А поэтому смерть, в момент которой мы в большинстве случаев наглядно не можем уловить разведение души с телом, представляется нам концом всего нашего существа. Но вот являются веские факты проявлений, доказывающие, что помимо видимого нам мира, действительно существует и совсем рядом с нами иная сфера бытия, неуловимая нашими органами чувств, но которая время от времени врывается в нашу область с целью напомнить нам о том, что жизнь наша бесконечна, и что она после совершившейся в существе нашим перемены продолжается, но уже в более усовершенствованных условиях бытия. Доказательства эти даются нам различными путями, но все эти пути исходят из одной и той же области, обитателей которой время от времени, при удобных тому условиях, стараются нам, погруженном в материальном мраке понятий о вещах, напоминать о лучшем мире, гражданами которого неминуемо станем и мы. А один из просветов, дающий нам средство заглянуть туда, это сомнамбулизм. Сомнамбулизм. В сочности человек представляет из себя ведь такого же духа, как и обитатель глухшего мира, с той только разницей, что мы еще отягчены своей грубоматериальной скорлупою. Те из нас, которые обладают свойством засыпать высшим сном, то есть сном сомнамбулическим или трансовым, что одно и то же, в этом состоянии настолько отчасти духом своим находятся на рубеже следующей, вне материальной стадии бытия, что в это время как бы омертвение тела, они получают возможность кое-что видеть и кое-что слышать в области сверхземной, о чем они иногда говорят в сонном своем состоянии. На рубеже двух миров сомнамбулы находятся потому, что вследствие глубокого обморока их тело, находясь в состоянии близком к полу смерти, до известной степени дает временную свободу духу, который тогда может слышать и видеть кое-что в области сверхземной. СНОВКА Слово «обморок» достаточно говорит о состоянии обмирания человека. Находясь в таком состоянии раздвоения, человек сам намбул иногда делается ясновидящим и яснослышащим, смотря поменьше или больше его способности впадать в состояние обматериальное, по терминологии доктора Жибье, то есть смотря по степени временного отделения сути сомнамбула от своего земного, грубоматериального тела, он находится в большем или меньшем соприкосновении с иным миром. Некоторые сомнамбулы видят только земные, сокрытые от большинства людей предметы, например, могут определить гнездящуюся в человеке болезнь и иногда давать средства против недугов, как бы получая высшее знание вещей. Некоторые могут в сути переноситься на большее расстояние и, видя, что там происходит, давать нам вести о далеких наших друзьях, письма которых вскоре подтверждают сказанное сомнамбулом во время отцепенения его тела. Иные говорят от себя, видя много больше духовными очами. Во время сомнамбулического усыпления человек становится выше своего нормального состояния. Нередко он тогда говорит, а иногда и пишет, медиуму о вещах, неизвестных ни ему самому, ни присутствующим людям, а потому о внушении ему мысли окружающими ему личностями не может быть и речи. Все экспериментаторы этой интереснейшей области духа человеческого непременно натыкаются на двойственность человеческого существа, на основании которой они основывают выводы свои о вечности человеческого духа и о его существовании отдельно от земного тела после смерти всего последнего. Ссылка. Из числа их назовем доктора Кернера, доктора Жибье, барона Геленбаха, Дюпреля. А разобносения сомнамбулов в главных чертах все сходятся между собою, но каждый субъект говорит своим языком, Своими словами и насколько каждому доступно выразить виденные и слышные ими в сверхземной сфере. Передать вполне точно касающиеся неземных вещей им бывает трудно, что, впрочем, не должно удивлять нас, если мы понимаем, что наши слова могут выразить только земные вещи, земные чувствования, для которых слова эти только и приспособлены. Вот для примера беседа с сомнамбулом Случай видения духовного мира Перевод с немецкого Автор статьи Пастор Вернер Разговор происходит между ним и его субъектом R Вернер Вы говорите, что магнетический сон близок к смерти или схож с нею. Можете ли объяснить мне, что общего между ними? R Могу Магнетический сон тем подобен смерти, что душа выходит из тела совершенно одинаковым способом. Как это совершается, я не могу сейчас точно объяснить вам. Могу только картинно представить свои ощущения. В моем теперешнем состоянии я отношусь к телу моему, как к жилищу души, в окна которого при бодрственном нормальном состоянии я могу выглядывать то в одно, то в другое его окно. В сомнамбулическом состоянии чувствует, что душа моя вышла из дому и за собой притворила дверь своего обиталища. Поэтому я теперь вижу вас и тело свое так, как третье лицо видит группу лиц посторонне от себя. Стою по вашу левую сторону и смотрю на вас и на свое собственное тело, сознавая себя отдельным существом от вас и от него. В. Разве после смерти это так бывает? Совершенно так. Разница только в том, что тогда возвращение в тело уже невозможно. Дверь совсем закрыта. Но так как дух никогда не обходится без души, быв с ней связан наподобие души с телом, то вполне восстать он без нее не может. А душа не так легко отделяется от тела, как дух. Который по существу своему божественен. Только вследствие усилий душа оставляет тело, имея с ним много сродственного. Любя тело, тяготея к нему, она, покидая его, уносит за собой его свойства. Не всегда возвышенного качества. Потому что свойства эти сжились, сроднились, срослись с нею воедино, составляя как бы одно с нею. А не можете ли вы объяснить, каким образом дух и душа связаны с телом? Постараюсь. Душа – это внутреннее чувствилище человека. Посредством ее дух выражает свою деятельность. Он дает ей импульс, чтобы внешним образом она выразила его проявление. Но для того, чтобы душа могла наружными органами проявить действие духа, необходимо нечто, что служит проводником, приводящим в движение тела и придающим ему жизненность. Это очень тонкое вещество, составляющее часть души. Оно вместе с нею пропитывает и наполняет все самые мельчайшие частицы земного тела и служит в связи ее с ним. Не есть ли это так называемая нервно-психическая сила? По мысли это верно. Это то, что телу дает жизненность и силу для действия, но не вымени дело. Куда же после смерти человека девается эта нервно-психическая сила? Исходя из самой сути души, сила эта вследствие ее постоянного воздействия на тело и близкого к нему соприкосновения, более сродственно становится телу, она служит средством для внешнего выражения побуждений души через органы тела. Когда душа покидает тело, это тонкое вещество следует за ней. Если бы оно оставалось в теле, это последнее сохраняло бы свою жизненность, несмотря на то, что душа его оставила. Полагать надо, что частица, хотя и малая этой жизненной силы, все же остается в трупе, судя по тому, что пока он еще не разложился, в нем продолжает действовать растительная жизнь. Ногти, а также и волосы на бритом лице находят немного выросшими на трупах, почему-либо вырытых через некоторое время после погребения их. Примером тому служит теперешнее состояние моего земного тела. После смерти тела нервно-психическая сила постепенно теряет свою грубость, подчеркнутую ей из материального организма, и, наконец, она совсем изнашивается душою, предназначением имеющей окончательные всецело слиться с духом, достигнув одинакового с ним просветления. Но зачем же силе это оставаться при душе? Какую обязанность исполняет она после смерти тела? Ответ. Она продолжает составлять принадлежность души, и хотя несравненно тяжелее и грубее ее, а все же она не поддается земному зрению нашему. По переходе в новое свое состояние, душа ведь не сейчас же может освободиться от этой грубоватой частицы своей. Каждая душа с собой захватывает долю земных своих свойств и стремлений. Почему этой нервно-психической силой влечется, придерживается к покинутой земле? Души, еще очень земные, любят облекаться в нервно-психическую силу, и посредством ее придают себе некоторую материальность. При помощи только вещественной субстанции они могут сделать себя видимыми, слышанными для обитателей Земли. Посредством этой силы они производят и звуки в земной атмосфере. Умирая, человек уже не страдает, потому что главные пункты соединения тела с душой порваны предсмертной болезнью. Подергивание в лице и членах тела происходит вследствие стараний духа выделите из своей земной скорлупы, которая при этом машинально содрогается, наподобие того, как вздрагивает ежица отжившая шкурка червяка, тогда, когда она встаскивается живой ее содержимостью, готовящуюся выскользнуть из этой уже омертвевшей оболочки, давшей ей образ червяка, и покинув которую, тоже субъект является в новой форме, в образе кокона, унесшего с собой жизнь. С окончательным уходом из нее жизни шкурка червяка перестает шевелиться, так как в движение приводило ее то, что из нее вылупилось. Превращение червяка в кокон, а затем кокон в бабочку, конечно, только слабое подобие великой метаморфозы, превращающей земное существо в экс-земное. А все же это намек, служащий нам наглядным доказательством того, что с переменой в оболочке индивидуальная жизнь не прекращается. Все живущие на земле проходят ряд превращений, из которых в смерть есть высшая и последняя метаморфоза, совершающаяся в пределах земной области. Дальнейшие перемены продолжают совершаться в индивиде, уже за гранью нам доступного, и служат в большей и большей одухотворенности человека, к большей, получившего жизнь для достижения полного блаженства, но посредством собственных о том стараний на земле, при условии живой веры в Бога и Господа нашего Иисуса Христа, надежды на Него и пламенной любви к Нему и нашим ближним, а также при условии живого единения с православной Церковью Христовой. Итак, нормальный процесс превращения человека в экс-человека совершается безболезненно, но при насильственной смерти или при смерти от утопления, когда болезнь не подточила связи тела с душою, разрыв между ними, по крайней мере в момент предшествующего наступления смерти, должен сопровождаться страшными муками. Конечно, тела, а не души, так как душа физически боли испытывать не может. События, совершающиеся в среде людей, не понимающих всего величия и явления, особенно знаменательны, когда действующими орудиями являются маленькие дети, как, например, и следующий случай, происшедший в среде уже совсем безграмотных людей. В 1892 году в числе нашей деревенской прислаги жила некая Анна Стузина, при которой находился ее сын Коля, которому еще не было четырех лет. На Анне, молодой и здоровой крестьянке, лежала вся черная работа в доме, и жила она в одном помещении с кухаркой Макаровой, Макаровой, полюбившая Колю и всегда рассказывавшая мне о том, как он не по годам смышлен. Из этих рассказов вытекало, что большеглазый, спухлыми розовыми щечками Колюшка был преисполнен житейской мудростью, и, несмотря на свой нежный возраст, умел уже хитрить, льстить, когда это ему было нужно. Чтобы выманить сладкий кусочек, он, ласкаясь, шептал кухарке, «Макаровна, я маму не люблю, я люблю тебя!» И сердце бездетной Макаровны таяло. И перед мальчиком, очень склонным вообще к чрезмерной еде, являлась чашка с творогом или кусочек жареного мяса. То же самое проделал Колей с матерью, когда хотел у нее выманить что-либо. Тот целовал и уверяя, что Макаровна не холосая, а мама холосая. И что он ее маму одну только и любит. Все это я рассказываю для характеристики Коли. Любую избывала на здорового, красивого ребенка мне думалось. Этот долго проживет. Такие дети не умирают. Это комочек ходячей материи. А на деле вышло, что Колюшка, проболев только одну неделю, в ту же осень перешел в иной лучший мир. Сначала болезнь казалась не опасной. Но Анна, не послушав моего совета, позволила сыну, скучавшему в постели, идти играть в кухню, где пол каменный и холодный, и наружная дверь беспрестанно оставалась неплотно затворенная, пропуская свежий воздух с улицы. И ребенок еще более простудился и окончательно слег, заболев горлом. За два дня до смерти своей Коля сказал своей матери, «Вон, душа, видишь, мама?» «Ее, сынок, какая душа?» Спрашивает удивленная Анна. «А вон, летает. Она из нас их. Я ее не боюсь». Отвечает Коля и пальцем указывает к потолку. Услыша от Макаровна о видении маленького больного, я велела Анне еще раз спросить Колю об этой душе, а сама встала за дверью, так что Коля меня видеть не мог, а я сквозь сеть в дверь могла за ним наблюдать. Анна, ставшая теперь ласковей к своему ребенку, прилегла к нему на свою большую кровать, где он лежал, и поглаживая его, спросила сыночек, «Душа-то все еще тут?» «Нет, она улетела», – отвечал Коля. Но вдруг мальчик улыбнулся и, указывая пальчиком вверх, радостно воскликнул, «А вот, она опять прилетела! Она холосая! Видишь, мама?» Является вопрос. Откуда мог Колюшка почерпнуть мысль о летающей над ним душе, а также и о том, что она из наших, то есть, что это не чужое, а близкое к их семье существо. Уж, конечно, ни Анна, ни Макаровна не могли внушить ему понятия о летающей душе, так как ни та, ни другая религиозности не отличались. И мальчик от них мог научиться только бранным словам, которыми эти женщины обе здорового характера друг друга частенько угощали, ссорясь из-за самых ничтожных причин. И вдруг такое видение! Ребенок этот целыми часами занят был едой. Мать, которая им тяготилась, была довольна, когда Коля, удобно усевшись на низенькой скамеечке у стены в кухне, всецело погружался в поглощение большой порции каши с молоком. Поэтому, когда мальчику явился светлый посланник, получивший, как надо думать, поручение присутствовать при пробуждении Коли в их мире, для меня стало ясно, что ребенок непременно умрет. В следующем проявлении одной недавно умершей особенно ясно видна намеченная цель покинутому на земле мужу ее дать веское доказательство того, что она продолжает существовать и что проявилась именно она. В 1874 году в Париже умерла сестра моего мужа Екатерина Андреевна. В то время в нашем губернском городе Симбирске проживала одинокая старушка госпожа Узатис, пользующаяся покровительством и некоторой помощью со стороны мужа Ш. но по слабости зрения, а главное по плохой своей грамотности, не бывшая с ними в переписке и потому не знавшая только что случившееся кончение госпожи Шской. Однажды в сумерке госпожа Узатис видит кого-то входящего к ней в комнату. «Это ты, Ариша?» спросила она, думая, что это пришла женщина, прислуживавшая ей. Но, не получая ответа, старушка стала вглядываться в подвигающуюся к ней ближе особу. И, узнав вошедшую, пошла ей навстречу, радостно воскликнув, «Голубушка моя Екатерина Андреевна, давно ли вы приехали?» Но так, к которой относились эти слова, попятилась немного назад от распростертых объятий старушки, почти касавшихся ее, и вдруг исчезла. Видение свое госпожа Узатис тогда же рассказала нескольким лицам, описывая, в каком костюме ей почудилась Ека. Широкий распашной серый капот, отделанный малиновым, на голове белый чепчик. Несколько времени спустя муж покойной, имея поместье в нашей губернии, проездом через Симбирск навестил госпожу Узатис. Когда она стала ему рассказывать о том, что, не зная еще о смерти его покойной жены, она видела Е, вошедшую в комнату, где никого, кроме самой госпожи Узатис, не было, и стала описывать одеяние покойной, Шир резко остановил старушку. «Тут, во всяком случае, не все верно», — сказал он. «Правда, покойная, отделив серый шелковый капот, действительно отделанный малиновым, который я, по ее желанию, готовым купил ей не за долго до ее кончины. Но она носила его всегда с кушаком, купленным при капоте, и умершая была им, конечно, подпоясана. Если предположить, что действительно это она вам явилась в том именно одеянии, в котором ее положили в гроб, чепец Тюлевый действительно был на нее надет, то на ней непременно должен был быть и кушак. «Уж не знаю, почему она явилась мне без кушака, но я видела ее в капоте, который не был подпоясан и широко раздевался на ней», — стояла на своем госпожа Узатис. «По возвращении в Петербург к своей осиротевшей семье, переехавшей туда после кончины матери, господин Ше, которого все-таки поразило то, что его покойная жена показалась в том приблизительном костюме, в которой ее одели уже мертвую, обратился к гордичной, бывшей приее до самой последней минуты ее жизни. «Дуняша, капот, в который ты одела покойную, имел кушак, и ты им ведь подпоясала ее, не так ли?» — спросил он. Немного оторопив, Дуняша ответил, «Да, кушак действительно был, но я забыла надеть его на «е». Я была так растерянна, что позабыла о кушаке. Пожалуйста, простите меня». «Где же этот кушак?» — более и более удивленный спросил господин Шеский. Дуняша пошла в комнату, где хранились сундуки с вещами, и принесла именно тот малиновый желтовый шнур с кистями, составлявший принадлежность достаточно хорошо знакомого господину Ше капота, приобретенного им самим по желанию уже почти умирающей жены, а вдруг пожелавший иметь новое платье, временно почувствовав некоторые улучшения, как это бывает с хихоточными. В то время я была в Петербурге, и рассказ этот слышал от самого господина Ше, находившегося тогда под первым впечатлением этого факта, сильно поразившего его. Подробности туалета в этом случае имеют огромное значение. «Явись ей в каком-либо знакомом госпоже Узатисе платье, господин Ше мог бы подумать, что старушка заснула и во сне видела его покойную жену. Но в том-то и дело, что о серого цвета капоте именно распашного фасона и, главное, об отсутствии кушака, госпожа Узатис ничего не знала. Эти детали туалета, проявившиеся госпожи Ше, послужили верным доказательством. Дали тест, как выражаются англичане, появление именно этой отшедшей. Кушак, как ничтожен он ни был сам по себе, сыграл большую роль в жизни Гэша, взгляды которого внезапно получили другой оборот. И умер он, вполне веря, что индивидуальная жизнь не имеет предела». Кстати, упомяну о том, что за несколько дней до своей кончины Гэша предсказал день и час своего перехода в иной мир, объясняя это тем, что его Катя обещала ему, он видел ее во сне, за ним прийти именно тогда-то, и что, по-видимому, покойно исполнила свое обещание, потому что, радостно произнеся ее имя, умирающий спустил свой последний вздох. Для тех, кто живет внешней жизнью, кто исключительно занят обыденными предметами, все это покажется чепухой, на которой не стоит останавливаться ни единой секунды. Пусть они так думают до поры до времени. Настанет и для них час, когда мысли их придут, более примут духовный оборот, и они перестанут считать вздором все то, что не относится исключительно к вопросам о хлебе насущном и о земном благополучии. Прочитав о явлении покойной Е, читатели вправе возразить, почему же вместо того, чтобы проявить у старушки оазис, она не показала себя своему мужу, самому ей близкому человеку на земле, почему не детям своим? Всех условий своей сферы бывшие экс-силовеки не открывают нам, так как многое должно оставаться тайной для нас, говорят они. Однако из того, что им дозволено сообщать нам, мы знаем, что стать видимыми они могут только тем из нас, кто одарен способностью, которую мы называем медиумичностью, то есть той особой чуткостью, дающей возможность улавливать или воспринимать проявления экс-силовеков. Нет сомнения в том, что покойная Е имела самое горящее желание показать себе, себя своему мужу, и что цель ее проявления имела намерение именно так или иначе доподействовать на сознание Ш, но что на него, не одаренного способности чуять присутствие неземных существ, она не имела возможности, ни в силах было прямо воздействовать, а потому избрала иной путь, явившись госпоже Узатис, обладающий даром воспринимать проявления оттуда, и таким путем, хотя бы костяным образом, заявить ему о себе и об иной жизни. Что до того, почему Е не показала себя своим детям, то ведь она не хуже нас понимала, насколько детским рассказам вообще мало придают значения, не доверяя их правдивости. Покажите на своим детям, старшие сказали бы, что это им почудилось, и строго запретили бы им повторять такой вздор, боясь, чтобы воображение детей не расстроило нервы их, и вообще не подействовало бы на их здоровье. Проявление сенситивности и связанных с нею фактов ясновидения в среде безграмотных людей торжественностью своих откровений служат лучшими подтверждениями явлений по временам врывающихся в нашу тусклую земную область, чтобы напомнить нам о существовании рядом с нами страны, где все повинуется закону любви в высшем ее значении. Село Шишмарева, тянувшееся вдоль узенькой речки, на протяжении четырех верст. Недавно еще принадлежала моим родственникам Б. В стороне от крестьянских домов на окраине села в келье своей жила Матрена Иллинишна, престарелая крестьянка, с юных лет добровольно отказавшись от замужества, посвятив себя служению своей семье. Впоследствии похоронив всех своих близких, она стала заботиться о том, как бы всякому постороннему быть в помощь. Добрые дела ее стали известны, так как в деревне трудно скрыть их. Сначала к ней за советом приходили из окрестных сел и деревень, а потом стали приезжать и издалека. И не одни простые люди искали у Матрены Иллиниши себе нравственную поддержку, так как она была настоящий врач души. Каждый уходил от нее утешенный или, по крайней мере, успокоенный. Постепенно в моей развилась прозорливость, усилившаяся с годами в ущербе физическим силам.